Короче, крупнейшая атака на Израиль за 50 лет. Главное к этой минуте. За сутки в Израиле и секторе Газа погибли как минимум 300 израильтян и 313 палестинцев. Тысячи человек находятся в больницах, еще около сотни израильтян могут находиться в плену. Издание «Иерусалимпост» сообщает, что по неофициальным данным, без вести пропавшими числится как минимум 750 израильтян. Ночью территорию Израиля обстреляли с территории Ливана. Представители группировки Хизбалла заявили, что сделали это из солидарности с действиями Хамас. Израиль ответил на обстрел и нанес артиллерийский удар по Ливану. Если Хизбалла полностью вступит в войну, то армии Израиля придется сражаться на два фронта. В армии обороны Израиля анонсировали эвакуацию всех граждан страны вблизи границы с Газой в течение суток и заявили, что их целью является взятие под контроль всего сектора Газа. «У нас есть цели на ближайшие 12 часов – положить конец анклаву Газа, взять под контроль весь анклав и уничтожить всех террористов на нашей территории», заявил официальный представитель Сахала подполковник Ричард Хехт. Армия обороны Израиля продолжает операции в восьми населенных пунктах страны. Представители Хамас утверждают, что продолжают вести ожесточенные бои на территории Израиля. Лидер Хамас Исмаил Хания назвал атаку на Израиль «утром поражения и унижения для нашего врага». Он заявил, что начавшееся с Газа наступление распространится на западный берег реки Иордан и Иерусалим. Атака на Израиль стала крупнейшей по количеству жертв за 50 лет. В прошлый раз подобные потери Израиль понес в октябре 1973 года, когда страну атаковала коалиция арабских государств – Египет, Сирия и Ирак. Мировые СМИ пишут, что страна оказалась не готова к такой атаке. Внезапное нападение Хамас уже называют историческим провалом израильских спецслужб. С тебя лайк и подписка.